Здравствуйте, дорогие женщины! Меня зовут Татьяна Дорофеева. Больше 19 лет я занимаюсь духовными, энергетическими, сексуальными практиками. Мой путь начался с 15 лет. Из закрытых шаманских и магических школ традиции Храма Луны это в чистом виде женские знания, женские практики о молодости, сексуальности, силе, женской магии. Также я являюсь автором уникальной системы для мужчин и женщин, FMH, Female Male Healing, это системы трансформации и исцеления мужской и женской природы. И автором шаманского диармаринга, это исцеление души, травм, эмоций, жизни через тело и через матку. И в этой серии видео я отвечаю на вопросы, посвященные тому, кто такая женщина, что на самом деле такое женская сексуальность, женственность, природа, изначальная природа женщины. И сейчас в очередном этом видео мне бы хотелось поговорить о нашей целостности. Кого мы ищем и для чего мы ищем себе партнёры? Какого мужчину мы ищем? Почему? И из какого состояния? Я думаю, что вы много слышали о том, что в нас есть две энергии, мужская и женская, а также два архетипа, наш внутренний мужчина и внутренняя женщина. С одной стороны, это наши внутренние родители, внутренний папа и мама, которые формируются из поведения, суждений, мнений, слов, качества наших родителей. С другой стороны, это также наши две зрелые части, внутренний мужчина и внутренняя женщина. Насколько мы находимся в соединении со своей природой, со своим телом, с чувствами, мыслями, действиями и ощущениями в теле. Насколько сбалансированы наши проявления мужской и женской части. Насколько мы принимаем себя как женщину и себя, да-да, как мужчину. Насколько мы принимаем эти проявления в себе. Если женщина не принимает в себе свою женщину, свою внутреннюю женскую суть, свою дикость, свою сексуальность и женственность, мы об этом говорим в других также видео из этой серии, тогда она не может принять также эти качества проявления в своём партнёре, в мужчине. Тогда она начинает считать, что мужчина ей должен. То есть, когда сексуальность и внутренняя женщина у нас заблокированы, когда они не до конца раскрыты или приняты нами, мы начинаем её проявлять более искусственно. Это, во-первых, через внешний вид, через наигранность роли, правила, суждения. А также мы начинаем, то, что называется, продавать свою сексуальность. То есть, мы ищем выгоду в отношениях. У нас очень много условностей в отношениях. Если он делает это, 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 то он мне подходит. Если он не делает этого, он мне не подходит. Запечатанная внутренняя женщина, она требовательна, она ставит условия, она манипулирует, она требует, ей все должны. В первую очередь, её мужчина ей должен. Она присваивает, то есть, мой. Она закрывает себя. Когда она входит в пару, она может закрывать себя от других мужчин. Например, она исключает флирт, комплименты, знакомство, общение с другими мужчинами. Потому что, видите ли, это неправильно. Но на самом деле это закрытие сексуальности. Потому что ни к чему это вас не обязывает. И ни к чему плачевному это не приводит. То есть, это цветение, это открытость, это проявление своих эмоций, своих чувств, своей сексуальности. Если ваша сексуальность раскрыта, то однозначно на вас будут обращать внимание, делать комплименты, ходить с вами рядом постоять, пообщаться, прикоснуться к вашей энергии, к вашим чувствам. И это нормально. Как только мы начинаем присваивать себя своему мужчине, также присваивать его себе и делать его должным, это сразу же приводит к подавлению энергии, к подавлению сексуальности, женственности. И в первую очередь для своего же партнера мы перестаем быть и желанными, и интересными. А также, возможно, и он для нас. То, что я говорю, продавать свою сексуальность, к этому относятся всё, все эти действия, такие как ожидания, требования, чувства долга, манипуляции, истеричность, обидчивость, страх потери, ревность, контроль и так далее. Это всё происходит тогда, когда мы подавили свою внутреннюю женщину, мы её не раскрыли. И тогда возникают все эти чувства и действия. Мы можем обращать внимание на то, как с нами поступают, дарят ли нам подарки, заботятся ли о нас, исполняют ли наши желания, дарят ли нам цветы. И этого нам становится достаточно. Но мы не обращаем внимания на то, способен ли этот мужчина, который меня, так сказать, покупает, способен ли он меня оценить, любить, уважать, искренне обо мне заботиться, а не откупаться. Способен ли он быть в близости, способен ли он быть рядом со мной, когда мне плохо, когда я не всегда в радости, в лёгкости, в наслаждении. Способен ли он быть поддержкой. Но мы смотрим, когда мы запечатаны внутри, мы также смотрим очень запечатанно на партнёра и привлекаем такого же запечатанного партнёра, который проявляет к нам свой интерес исключительно материальными или физическими действиями. Потом от этого же мы и страдаем. Истинная пробуждённая внутренняя часть, внутренняя женщина, она никогда на это не включается. Да, она за это благодарит, она это ценит, но для неё важны более глубинные вещи. У неё фильтр на мужчин работает по-другому. Она никогда не продаётся. Её нельзя заслужить, её нельзя купить, её нельзя добиться. Её можно только вдохновить душевными качествами, такой же энергией, такой же силой, любовью, искренностью, открытостью быть рядом. Но тут также включается вторая часть, наш внутренний мужчина. Если у нас претензии к себе, к своим действиям, чувство стыда, чувство вины, если не все наши части, или большая их часть приняты, то нам будут встречаться партнёры, отражение нашего внутреннего мужчины, которых мы будем учиться принимать. Или же мы будем от них уходить, осуждать, менять пытаться, что невозможно, нельзя человека изменить, его можно только сломать. Или же он сбежит. То есть через внешних партнёров, ваш внешний партнёр, внешний мужчина, это отражение вашего внутреннего мужчины. Внутренний мужчина, внутренний партнёр, внутренний возлюбленный, он один. Внешние партнёры, лица вашего внутреннего мужчины могут меняться для того, чтобы вы увидели, в чём вы не соединены с собой, в чём вы себя не принимаете, что вы себе не разрешаете, что вы проецируете на внешнего мужчину, на своего партнёра в жизни. Какие части себя вы на него проецируете, что вы от него требуете, что вы от него ждёте. Это то, что вы не позволяете иметь в себе внутри. А то, что вас бесит, раздражает, оскорбляет, обижает, это то, что вы себе так же не можете позволить, не принимаете или не можете простить. Только когда женщина принимает своего внутреннего возлюбленного, когда она входит в соединение с ним, когда её внутренняя женщина и внутренний мужчина встречаются, замечая друг друга, принимая друг друга и соединяются в единое целое, только тогда вовне, в реальном мире приходит один единственный партнёр. То есть рождается внутренняя верность в себе и тогда приходит единственный партнёр, которому мы верны, которого мы видим, замечаем и принимаем. Но принимаем не по условности, не по суждениям, не по оценкам, а потому что он отражение тех качеств в нас, которые мы в себе ценим, принимаем или хотя бы не осуждаем. То есть наше внешнее отношение это полностью отражение наших внутренних отношений с нашими энергиями, с нашими частями. И поэтому нет смысла изучать правила построения отношений для начала, нет смысла загадывать желание привлекать идеального партнёра и так далее. Потому что так часто бывает, что женщина загадывает мужчину в каких-то ритуалах, желаниях, но на самом деле внутри она чувствует, что она такому мужчине не соответствует или что такой мужчина в её жизни появиться не может. То есть такая внутренняя борьба, разъединённость. Мы не можем встретить своего партнёра по той причине, что мы внутри разъединены. Мы хотим одного, но этого же и боимся. Мы хотим такого мужчину, но считаем, что мы ему не подходим. Или мы хотим мужчину обеспеченного, но тут же мы считаем и думаем, что такие мужчины неверные или нечестные. То есть вот эта внутренняя разъединённость с собой, непонимание, что там происходит у тебя внутри, в голове, в чувствах, приводит к тому, что наши внешние партнёры приходят и уходят, меняются для того, чтобы мы осознали и увидели, что на самом деле происходит у нас внутри. Это наши зеркала. Если вам интересна эта тема, и вы хотите наконец начать в этом разбираться и идти в этом глубже, вы можете по ссылочке подписаться и получить остальные все видео из этой серии, а также первыми узнать об открытом марафоне, в котором мы уже будем касаться этого более глубоко и более детально. Подписывайтесь и до встречи в следующих видео. С любовью и светом Ваша Татьяна Дорофеева